Горилла с дубиной. 15 февраля 2019 года, 21-57. Андрей Рудалев. Публицист, писатель, литературный критик. Великолепные кукрыниксы в свое время использовали образ грозной гориллы с дубиной, которая олицетворяла на и такого мирового жандарма со стилем поведения слона в посудной лавке. Этот свирепый образ, судя по всему, не устаревает, только становится еще более карикатурным и нелепым. Также по теме. В Кремле призвали не обманываться насчет позиций США по санкциям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не стоит обманываться насчет позиций Вашингтона по антироссийским. Штаты вновь расчехлили свою надраенную долоской блескосанкционную дубину. Тут уже даже не вопрос в ее действенности и эффективности, а в первую очередь в самолюбовании. Санкционные затейники тащатся сами от себя, возвышаются в своих же глазах, примеряя различные геройские наряды. Сейчас, видимо, они мнят себя олимпийскими богами с пучком стрел в руке, которые готовы обрушить на головы вечно провинившейся России. Не исключено, что уже где-то параллельно по этим мотивам новые голливудские блокбастеры мастерят наслаждаться собственным величием, так уж по всем фронтам. Разверзлась бездна, санкций полна. За океаном любят все громкое, блестящее и инфернальное. Вот и новый санкционный пакет, который планируют принять в Конгрессе. Там прозвали санкциями из ада. То есть, надо полагать, прилетевшие с темной стороны земли. Ну что ж, запомним. Раньше СССР они именовали империей зла, а нынче сами подхватили эту эстафетную палочку. Что же заготовил намат? Какую новую посылку пришлет? Предполагается, что гонение последует на любого, кто решится вписаться в совместный с нашей страной проект по добыче жиженного природного газа за пределами России. То, что все это исходит именно из ада, подчеркивает еще и полное пренебрежение мировым правом в этом вопросе. Все просто и банально по принципу произвола, что хочу, то и ворочу. Впрочем, там им тоже нелегко на сковородах да в кипящем масле. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уже выступил по поводу этого американского законопроекта и отметил, что мотивировки его натянуты и бездоказательны. Депутат заявил, для новых ограничительных мер абсолютно нет никаких оснований. Это снова санкции ради санкций. Ну да, американская политика – это давно уже вещь в себе и зачастую не поддается каким-то разумным объяснениям. Крутится там политический истеблишмент перед зеркалом, а потом в капризном припадке затеет истерику на весь мир, когда не услышит мгновенного отклика на вопрос, «Яль на свете всех милее». Там это главный метафизический вопрос. Где-то рядом и раскольниковский выбор между дрожащей тварью и собственным правом на все. А все потому, что клинические нарциссы потеряли контакт с реальностью. На их темной стороне со светом, конечно же, большая проблема. Вот и сумрак в головах и прочее. У России вырабатывается постепенный иммунитет ко всему этому. Конечно, мало приятного. Когда в свое время полностью открыли все двери для гостей, сами с щедрыми гостинцами пошли в гости. Ну а там хозяева очень скоро вспомнили давние склоки и обиды, напились, начали придираться ко всему и затеяли откровенный дебош. Кому такое понравится? Какое-то время терпели, ждали, надеялись, что придут в чувства, но сумрак только сгущался и страсти накалялись. Также по теме. Медведев назвал законопроект о новых санкциях США Ваши за едной историей премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью на телеканале НТВ заявил, что новый пакет американских санкций – это очередная. Если говорить о возможных последствиях от новых пакетированных санкций, то в настоящее время их анализируют профильные ведомства страны, но никаких панических прогнозов от адских санкций не слышно. В любом случае Россия не привыкать отбивать американские набросы. Валерьянку или там какие-то капельницы, конечно же, необходимо нашим партнерам прописать. В конце концов, все это безудержное буйство и им на пользу не идет, расшатывает нервы, да и весь организм. Так ведь и до смирительной рубашки можно добуянить. Весь мир это видит и все понимает, и про темные делишки, и про темную сторону. Если так дальше все пойдет, то Штаты все просто оставят наедине с собой и их зеркалом, потому как любые контакты и дискуссии себе дороже получаются. Уж очень партнер недобросовестный и давно уже растратил весь кредит доверия. Это отмечает тот же депутат Слуцкий, комментируя свежий санкционный прецедент. Законопроект продолжает недобросовестную линию на обеспечение собственных конкурентных преимуществ Вашингтона на мировых рынках, а также сдерживание России. США действительно потеряли всякую меру стыда и элементарных приличий. Вашингтон ведет себя как мировой жандарм, неприкрыто и нагло вмешиваясь во внутреннее дело других государств, спонсируя газперевороты и признавая марионеточных президентов-самозванцев, как в Венесуэле, и при этом на голубом глазу намереваясь ввести санкции против России. За вмешательство в выборы. Опять с больной головы на здоровую. Больная голова всему миру жить спокойно не дает, громы и молнии метает, посуду повсеместно колотит, и не только ее. Вот в Германии, кстати, по последним опросам, 56% жителей видят в США угрозу миропорядку. Нужны еще здесь какие-то комментарии. Скоро и там будут звездно-полосатую гориллу с дубиной рисовать или уже рисуют. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.